друзья мои хочу с вами обсудить тему удивительную тему как раз сейчас сидела отвечала на ваши комментарии одна тема она меня как раз взбудоражила я считаю что ее нужно обсудить это сила женщины в общем то был комментарий ты сильная каждый 7 сильные женщины они там по 5 детей растят они где-то в поле пашут они огороды сажают вот это сильные женщины а ты туда-сюда каталась путешествовала как-то выпрыгнула замуж его рячики пики у тебя все сложилось насколько конечно это несправедливая мысль и действительно неосознанного человека который не разграничивает физическую силу духовную ментальную моральную умственную силу и способности разница в том что женщина которая допустим находится в отношениях каких-то тяжелых отношениях из которых она не знает как выбраться пашет на огороде да если это не приносит удовольствие она просто не знает как изменить свою жизнь не решается ее изменить это не делает ее сильной это делает ее безвыходной женщиной женщиной которая боится перемен то есть испуганной женщиной это не сила настоящая истинная сила любого человека заключается в смелости смелость к новому смелость в новых каких-то ярких опасных рискованных действиях потому что просто сидеть в псевдо стабильности которая создает иллюзию комфорта людям безопаснее чем пойти в намного более комфортное но неизвестное будущее разница в том что я сумасшествие и упоением постоянно иду в новое в этом как раз моя вся рискованность я с двумя чемоданами продав все что у меня была накопленная за пять лет в киеве уехала на бали жить там за свой счет да я сильная я с детства жила в доме с печным отоплением шестью сотками огорода перекапывала его я не понаслышке знаю что такое физический тяжелый труд да мне прям неприятно когда меня пытаются приравнять к девочкам которые из золотых пеленок которые не понимают что такое замарать руки я мои детские развлечения это топтать колорадских жуков собранных ведерко и и сколотые руки после малины и огурцов я все это помню моя память это даже вытесняет но именно на фоне этого примера когда ты с ведерками пятилитровыми ходишь на колонку за водой потому что у тебя в доме нет ни воды не канализации на фоне этого моего прошлого я понимаю что я лучше буду работать башкой я лучше буду думать своей головой я лучше буду создавать бизнес и потому что в перспективу я не могу физически столько заработать сколько я могу заработать умственно никто не может физически заработать столько сколько я могу заработать создав что-то будучи создателем я именно и склоняю и агитирую и демонстрирую людям что важно раскрывать внутренний потенциал. Вот эта тупость упиваться на людей, которые просто физически много трудятся. Это не пример для подражания. Люди, которые там, ну, бомжу тоже тяжело, так что на него равняться? И нашим родителям, там, бабушкам, которые на огородах, там, живут на пенсию, работают на огородах, вот они сильные. Нет. Они просто не справились логически, не построили свою жизнь так, чтобы сейчас им было физически легче. А человек, который думает на перспективу, ладно, нашим бабушкам было сложнее. Тогда государство строилось так, чтобы у тебя не было выбора. То есть создавалась иллюзия того, что якобы вы не рабы, но по факту вы просто, ну, стопроцентные рабы. Мы все до сих пор рабы. То есть рабство просто легализировали. То, что говорят, о, раньше были рабы, сейчас нет, сейчас иллюзия выбора. Ты иллюзорно думаешь, предполагая, что ты знаешь, что тебе выбрать, на какую работу пойти, что себе позволить или нет. На самом деле, 90% людей, вот этих, особенно работяг, да, отучился, пошел в наим работать за копейки, тебе хватает только снять жилье, и там один раз съездить на море в год, тебя не выпускают из страны, да, если ты мужчина сейчас, допустим. То есть ты раб, и мы все находимся в этих условиях, просто думая, что, ну, если мы не находимся на содержании у человека, у него в подвале, то мы свободные люди, мы не свободные. Свобода — это когда у тебя есть достаточная финансовая база для того, чтобы не зависеть от начальника, не зависеть от своей, там, торговой площадки. То есть у тебя настолько ты гениальный уже и выстроил свою жизнь настолько грамотным образом, что ты теперь ни от кого не зависишь. Тогда ты свободен, тогда ты не раб системы. До тех пор, пока ты думаешь, что ты ходишь на работу и свободный, все эти люди, вот, которые не смогли от этого освободиться, да, им тяжело, я абсолютно согласна, но я не могу их назвать комплексно очень сильными людьми, потому что сильный человек не будет бояться перемен. Невозможно добиться какого-то роста и развития, если ты не идешь в эти перемены. И под переменами я называю в каждый этап своей жизни, да, то есть я из глухого уехала в Сумы, вышла замуж, за год развелась, не побоялась, вернулась в родительский дом, пошла на кастинги и поехала в Киев, ездила этим вонючим автобусом, изучила там все эти линии метро, получила два высших образования, постоянно изучаю что-то новое. После двух высших образований я изучила нутрициологию, потом я думаю, ага, буду блогером, значит что мне нужно изучить, как снимать, как фотографировать, я сама монтирую, я всегда и все делаю сама, и когда мне говорят, ну классно быть блогером, когда у тебя там уже есть команда, у меня нет команды, я все делаю сама, я сама обрабатываю фотографии, сама снимаю рилс, сама снимаю ролики, и все это в современном мире нужно делать самостоятельно. Люди, которые думают, что мне не хватает денег для того, чтобы найти себе команду, мне не хватает мотивации, чтобы похудеть, мне не хватает сейчас там какого-то внешности, чтобы хорошо выйти замуж. Это все оправдания, все отговорки, все бредни вот в критериях и рамках вот этого комментария. Это настолько зашоренность, настолько не хочется видеть реальность жизни, потому что ты не готов ее менять. Тебе привычнее находить вот такие тупые оправдания, что я молодец, почему? Да потому что меня муж бьет, а я терплю ради детей. Это молодец, но это дура. То же самое, я молодец, я там допустим на нелюбимой работе, 20 лет уже работаю, я молодец, я сильный. Сильный? Слабак, потому что за все это время я против каких-то крайностей, развернуться, уйти, все бросить, все начинать с чистого листа, это тоже неграмотно, неправильно, немудро и неосознанно. Но если ты понимаешь, что тебе плохо в отношениях, даже если ты зависишь от этого человека, ты думаешь, как из этих отношений выходить в перспективе, ты думаешь, каких отношений ты хочешь. Для этого просто очень нужно думать, а люди не хотят думать, они хотят жить по накатанной, они смотрят, куда их вот ветром дует судьба, туда они катятся, просто как перекати поле, а вот так включить голову, начать изучать себя, психологию, философию, историю, подумать, чего я на самом деле хочу, а почему мне вот тут плохо, вообще что такое счастье? У меня вопрос, в чем смысл жизни, появился в 23 года. У людей за всю жизнь он не появляется. Мне в 23 года вот тут осенило, а почему я несчастна? Почему у меня есть ребенок? Почему у меня не получается с работой? Почему у меня не получается с отношениями? Почему я не счастливый человек? И для того, чтобы все начало получаться, нужно стать счастливым человеком. Почему я как-то тыкаюсь туда-сюда, я не знаю, каких друзей я хочу, я просто, вот кто со мной идет дружить, я тех и брала. Я не знаю, каких отношений я хочу, кто подходит знакомиться, а тот и подойдет, ну и нормально, и попробую, да. Просто пробовала со всеми, построить отношения, начать общаться, то же самое в бизнесах, просто пробовала. Это нормально до там 25, даже у некоторых до 30, пробовать, исследовать жизнь, пробовать разное, для того, чтобы понимать все-таки на уровне ощущений, что твое, что не твое. Но в современном уже обществе можно же брать чужой опыт, да, не обязательно просто, ну, биться и об стенку в том числе, чтобы понять, больно или не больно. Сейчас, потом, когда я уже поняла, что это невыгодная стратегия, что намного эффективнее и быстрее будет набираться чужого опыта. Я уже перед тем, как куда-то вляпаться, начинала читать или слушать какие-то ролики на YouTube смотреть с чужим опытом. К примеру, как там мне, как... Господи. К примеру, когда... Пардон, попила. Когда я не знала, как мне начать питаться, то есть у меня были сильные акне на лице, сильные высыпания. Проблема, да, это проблема многих женщин, ну, и мужчин в том числе, в принципе, людей. Что люди начинают делать? Испробовать все нужно, да, сначала мы там начинаем идти, идем к косметологу, потом мажем всеми мазюкалками, потом, возможно, к врачу, к дерматологу. Он нам там пропишет уже какие-то анализы, потом мы сдаем анализы, и спустя год или два, у некоторых людей 10, когда уже лицо все в шрамах, мы приходим к тому, что, оказывается, надо сдать гормоны, сдать гормоны, выяснить, что у тебя там, допустим, проблемы с тестостероном, андростероном, как в моем случае, и что бы ты ни делал, пока ты не устранишь проблему гормональную, прыщи будут. Поэтому, и мы вот так вот тыкаемся, мыкаемся, просто пытаясь получить вот эти вот ответы на собственном опыте. Вот за год, сколько можно прослушать видео в YouTube с чужим опытом, чтобы понять, какие вообще возможны опции, возможны варианты. То же самое с работой. Люди говорят, у меня в городе нет работы. А ты изучи весь YouTube, вот если ты хочешь решить эту проблему, да, не хочешь в ней жить, не хочешь на нее жаловаться, а хочешь решить эту проблему. Гугли, какие способы онлайн-заработка, что там можно делать дистанционно, где можно, люди, которые ищут, они всегда найдут. Вот мне нравится, есть канал, маленький он, Ментор Дементор. Я его слушаю, но я уже с Эйдси, в принципе, мне там все понятно, я уже преисполнилась, мне все понятно. Но мне нравится вот этот подход человека. Он всегда говорит, что я там начинал, я там кликал на сайтах за цент и перепродавал там свечи и начинал там, миллион бизнесов человек начал, просто миллион. Из этого миллиона он как с этими лампочками, Эдисон, да, лампочку создал, что он говорит, ну это же снаружи человеку кажется, что я в какое-то утро проснулся и сделал лампочку. У меня было сначала 200 неправильных экспериментов, а потом один удачный. И каждая ошибка, которую мы совершаем, она на шаг приближает нас к правильному решению, где-то оступился. И вот это мышление людей, первое, что нужно исправлять, это вот такое мышление. Мне не обидно, когда меня критикуют, я вообще никак не реагирую на хейт, но я понимаю, что вот такое мышление, по крайней мере, склонность к такому мышлению, многие люди отгоняют от себя такие мысли, но склонность есть у многих, потому что это такое, это невыгодное абсолютно, но это ленивое мышление, просто оправдать, да, почему она худая, у нее генетика такая, почему у этой муж богатый, повезло, почему вот это, у этой столько подписчиков, ну хайпится, можно постоянно всех оправдывать, вместо того, чтобы сказать, почему у этой муж богатый, потому что она изучила всю психологию, она умеет общаться с мужчинами, она много выбирала, то есть выборка у нее была не из моего села, да, если бы я выбирала мужа в Глухове, я бы не встретила там моего мужа, который работает в Гугл и живет в Амстердаме, он жил пять лет до того, как мы переехали в Америку, а до этого еще в Америке жил, где бы мы с ним пересеклись, я бы выбирала из того, что есть в Глухове, да, и точно так же большинство, ой, мне не суждено миллионера, ты бываешь в местах, где вообще миллионеры, ты интересуешься вещами, которыми интересуются миллионеры, то же самое блогерство, все смотрят на блогеров и думают, господи, им просто вот на голову все свалилось, насколько, вот повезло же, да, повезло, нашли какую-то темку свою, хайпятся, а мне это противно, я-то не могу так хайпиться, я фу, я что такой дебил что ли, но если бы ты знал, что тебе за какой-то сториз, где нужно сказать, я не знаю, я кусок говна, заплатят 10 тысяч долларов, ты бы говорил это ежедневно, как мантру по 100 раз, да, кто бы не говорил, да, каждый бы говорил, нет такого человека, просто тот, кто не может решиться на эти перемены, не может просто составить план, составить структуру, прописать себе цели, объяснить себе, а зачем мне это делать, и начать уже конкретно действовать, тому проще поливать грязью тех, у кого получается, потому что подсознательно, внутренне нам хочется, нам хочется успеха, но для успеха, я вам 100% могу сказать, нужно очень, очень, очень много действовать, у меня классный муж, просто лучший, потому что я искала по всему миру, объективно, я обыскаю 5 лет, я в Киеве же не сидела дома, я ходила на свидания, я ходила даже с теми мужчинами, над которыми мои подружки ржали, я ходила на свидания, потому что мне важно было понять мужчин, у меня не стояла первоцель найти себе миллионера, у меня стояла цель найти себе мужчину, с которым мне будет классно, но он должен быть состоявшийся и состоятельный, это важные были для меня критерии, но не первостепенные, у меня муж достаточно богатый, но он не миллионер, потому что я полностью реализовала свою потребность, вот какой у меня запрос был, такое на него решение и пришло, и когда я ходила на вот эти вот встречи с мужчинами, я себе таких находила друзей, в мужских обличиях, что я шаг за шагом понимала, что я мужчин понимаю, я их понимаю лучше большинства женщин, я их чувствую, я им сопереживаю, потому что я знаю их истории, многих мужчин, и это иногда играет со мной дурную шутку, потому что я могу оправдать даже какие-то глупые поступки, неправильные поступки, я рассказывала недавно, у меня был конфликт в семье, где муж меня не поздравил на 8 марта, но я могу оправдать все, что угодно, но я вовремя себя ставлю на место, что я все-таки женщина, они братан, они дружище, вот с теми мужчинами я дружила, я их поддерживала, их просто понимала, а сейчас в этих отношениях я должна вовремя включать все-таки и женщину в том числе, а не мамочку какую-то понимающую, супер-пупер, но я к тому, что весь мой путь и вся моя вот эта сила, о которой я говорила, она заключается в том, что я всегда набираюсь опыта, и к любому делу я подхожу так, чтобы из него извлечь максимум опыта. Если я хочу быть там к своим 40 годам миллионером, как мне этого достичь? Я должна слушать людей, у которых уже получается, не которые говорят, что у них получается, у которых действительно получается. Это можно делать через YouTube, я слушаю, очень люблю истории известных людей, известных личностей, исторических личностей, я очень люблю слушать Минаева, все его выпуски про историю, потому что вот он крутой, и то, что он говорит, для меня круто. То есть мне бы хотелось иметь такого там папу, папиного друга, да, у меня папа самый лучший, но я к тому, что хочется иметь такого вот прям в реальности человека, но такой возможности нет, поэтому я ощущаю, как будто он есть в моей реальности, когда я слушаю его ролики. И это супер шанс и возможность, которая сейчас есть у всех. Но вместо этого люди что идут? В подъезде пиво попить и надеются, что получить те блага, которые есть у меня. Для того, чтобы получить эти блага, нужно жить так, как я. Я утром просыпаюсь, я делаю йогу, я иду и думаю над работой, я перепаковываю товары из Китая, я всегда всю жизнь что-то делала. Я никогда не сидела и не страдала. То есть, ой, моя жизнь такая бедная, несчастная. Я всю жизнь живу с осознанием, моя жизнь великолепна. Мне так нравится, что жизнь сложная, что она так продуманная, интересная, что мне никогда не будет скучно. И я не хочу прыгнуть завтра в миллионеры, я хочу дойти туда своими ножками. Но для этого нужно идти, изучать, мотивироваться, стремиться. Нужно амбиции свои развивать. Нельзя их заглушать. То есть, амбиции есть в каждом из нас. Ну, то есть, если вы на сегодняшний день не чувствуете, что вы счастливы, ничего не делая, то есть, если человек реально ощущает счастье, ничего не делая, да, как буддист, то это великолепно. Но если вы чувствуете внутри себя злость, зависть, ревность к тому, что у кого-то есть, а у меня нет, с этим нужно что-то делать. И должны быть действия перспективные для вас. То есть, не просто настрочить какой-то гневный комментарий и оправдать свое бездействие, а начать что-то делать. Вот если я долгое время работала нутрициологом, я работала с худеющими девочками. Вот то же самое. Я создала систему, которая не была в помине. Я не брала то, что кто-то уже сделал и переделывала или перерассказывала. Я все прожила на своем опыте, а потом била за собой людей. Я проголодала сначала 2 недели, потом 17 дней. И потом я создала систему по выходу из голодания на собственном опыте. И только так на меня люди шли. Это был легкий путь? Это сложный путь. Но только сложным путем я, как сильный человек, получаю свои результаты. Потому что если я буду действовать так же, как все, не на своем опыте, а на опыте исключительно других, то у меня не будет таких результатов, уникальных, как есть у меня. Поэтому я за то, чтобы, если у вас есть недовольство жизнью, не пытайтесь это чувство подавить агрессией в сторону кого бы то ни было. Оно так не работает. Даже если вы будете орать на людей, орать на своих детей, строчить злые комментарии, вместо этого намного эффективнее будет записаться в спортзал, или сесть и сделать растяжку, или пойти принять ванну, прописать свои лучшие ритуалы, как вы будете жить эту жизнь. То есть осознать, что сила, она не в том, чтобы терпеть. Сила, она как раз в том, чтобы менять то, что вас не устраивает. Потому что мы живем в мире, в котором, если ты не двигаешься в потоке, а желательно даже быстрее, то ты прокрастинируешь, ты не можешь двигаться вместе с эволюцией. Кто не двигается в эволюцию, тот деградирует. Я вас обнимаю, целую, жду ваши мысли в комментариях. Ну что, дорогие мои,